Мы можем продолжить. Я напомню, что мы находимся в стенах Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. На всякий случай, чтобы вы знали, где вы находитесь. У нас конкуренция проходила и в этом здании, и в Декладовском факультете. Но я как бы вместо Андрея Борисовича опять предоставлю слово нашему коллеге, и мы можем начинать. Спасибо. Ну что, мы как продолжим рассказ? Сейчас я расскажу, у меня, конечно, нравится договорить. Да, пожалуйста. Ну ладно, нет. То есть я хочу вам... Мне важно сделать один поворот, очень важный. Вот в связи с этой самой категори... Значит, мы выяснили, что... Ну не выяснили, конечно, как я... Рассказываю, потому что вот по Гегелю... А когда я говорю по Гегелю, это не значит по мне. Это просто один из поворотов. Да, когда я говорю по Гегелю, это не значит, что по мне, но это и не значит, что это не относится к делу. Это имеет прямое отношение к делу. То есть каждый Кант, Гегель, Гусар, которые так или иначе строили философию как логику, со всей проблематикой, они поворачивали эту проблему разными аспектами. Там много разных и сложных аспектов. Мы сейчас даже, говоря, уже наткнулись на существенные вещи. Так вот, я сказал вам, что у Гегеля вся философия есть логика, она же есть антология. И эта логика – логика категории. Не суждений, не умозаключений даже, хотя у него там понятия... А категории. Вот я хочу вам прочитать эту фразу, знаменитую Гегелевскую, чтобы потом привести еще к одной важной вещи. Метафизика, говорит он, есть не что иное, как совокупность всеобщих определений мышления, формы. Как бы та алмазная сеть, в которую мы вводим любой материал. И только этим делаем его понятным. Каждое образованное сознание обладает своей метафизикой. Тем инстинктивным мышлением, той абсолютной силой в нас, которой мы можем овладеть, лишь в том случае, если мы сделаем саму ее предметом нашего познания. Все перевороты, как в науках, так и во всемирной истории, происходят от того, что дух в своем стремлении понять и услышать себя, обладать собой, менял своей категорией. И тем постигал себя подлиннее, глубже, это уже его дело. Подлиннее, глубже или просто иначе. Важно только вот что. Гегель обращает наше внимание на то, что это логика, антология по тому, что в ней всегда уже раскрыт мир, а он раскрыт вот в этих самых категориальных связях. Что значит сущий? Что значит быть? Что такое качество, количество и так далее? Вот это мы всегда на такой степени естественно произносим. Мы говорим, возможно это или невозможно, не имея в виду, что мы для нас, в нашей этой алмазной сети, в которой мы поймали мир, как это случилось, особая история, смысл, слово, возможность, не тот, например, чтобы услышать слово той же самой возможности, Дюнамис, Угрек. Вот это очень, вот эта историчность этой алмазной сети раскрыл сам Гегель. Для него движение и развитие, это не просто непрерывный рост там или самопознание, это вот эти вот постоянные перевороты в категориальной системе, то есть в том, как нам раскрыт мир. Так вот, то, с чем мы имеем дело, когда мы находимся, просто не занимаемся не только что философией, но даже и мышлением, хотя это трудно вообразить, но возможно. Мы уже находимся в мире, когда нас затрагивают философские вопросы. Философия начинается не там, где мы говорим о мире, Боге, человеке, судьбе, бессмертии души и так далее. Она начинается вот здесь, когда я дохожу до того, задавая вопрос, почему? Я дохожу до того, о чем вам больше спрашивают, почему нельзя, не нельзя, не надо. Это значит не то, что мне кто-то запретил. Попробуйте, малышу, запретите спрашивать, почему. А потому, что я дохожу до такой вещи, в кавычках, которая так устроена, что она в самой себе заключает ответ на вопрос, почему. Например, если я что-то связываю, а объясняю это, отвечая на вопрос, почему, тем, что показываю, что вот это принадлежит одному и тому же. Ну, видишь, вот это вот сюда принадлежит, это сюда. Значит, они им связаны. Вот этим третьим связаны. Ну, может быть, третий тоже как-то сложен. Тогда я должен найти еще один. Какой? Последний? Который уже не требуется задавать вопрос, почему они связаны. Потому что он не связан. То, что связывает все связанное, само не является связанным, то есть сложным. То есть это простое. И оказывается, что всякое суждение, истинность, суждение – это не просто его адекватность со связанностью в вещах, а доказанность, и тогда я впервые вещи начинаю видеть вот в этом самом доказанном, раскрытом в них самих виде, когда я показываю, что это все разные эйдолы, как сказали бы греки, разные предикаты, чего-то одного, что не является уже предикатом чего-то. Это подлежащее всех этих сказуемых. Так спрашивается тогда, а это что такое? В общем, заметьте, если в каждых, в разных, опять-таки, чтобы мы видели сразу, до какой степени проблемы в философии. Если в разных предметах, ну вот я определю физику как науку о том, что имеет начало движения в самом себе. Ну и отлично, у меня есть определение. Но когда я спрашиваю о сущем как-то кому, что значит быть, что значит быть, неизвестно откуда мне ответ получать, а это последнее, первое и так далее. Так вот, значит, за этим суждением, как возможно суждение? Суждение возможно только потому, что за ним, за ним, или оно относится к тому, что само не является суждением. И оно должно быть более понятно, более истинно, более, вот в аналитиках он пишет, эти все перечисляют, первое, истинное, самое надежное и так далее, не полученное доказательством, потому что оно просто. Это не подлежащее и сказуемое, а само подлежащее. Вот тут, вот мы сейчас с коллегой говорили, получается соблазн сказать, что то, что не является сказуемым, а является подлежащим, это вот то, на что хочется просто пальцем показать. А грек на этом, грек, Аристотель и Платон уже, на этом место поставили очень интересную фигуру. Они, ну я по-русски вот так воспроизведу такую фигуру, что мы говорим, я вот сейчас говорю, имея что-то в виду, сказать вам. Я говорю очень много, а имею в виду сказать что-то одно. Так вот, в том-то вся и разница. Логос мой, как сказали бы греки, макрос, то есть большой, длинный, вот даже я его не успеваю никуда отсюда, а имею в виду что-то одно. И это уже не логос, а вот то, что они называли эйдосом. Но эйдос, это ведь общее. А за ним, за этим эйдосом, есть то, что даже является подлежащим по отношению к этому эйдосу, и это колоссальная проблема, а вовсе не то, что мы указываем пальцем. Или просто сказать, единичность. Аристотель видел в этом колоссальную опорию, что о существующем мы вынуждены говорить двумя взаимоисключающими образами, как о чем-то единичном, что не входит ни в эйдос, ни в логос. И разумеется, ему не приходит в голову сказать, что это то, на что мы показываем пальцем, потому что на стол мы можем показать пальцем, а на красоту мы не можем показать пальцем. Всегда покажем, что-то такое, что только похоже на это. А что похоже, объяснит нам Платон, равно как похоже, так же и не похоже. Всякий красивый человек столько же красив, сколько безобразен, потому что он не красота сама по себе. Значит, вот это вот одно, единичное, это и есть то, единичное в кавычках поставим на всякий случай, логически единичное. То, о чем логос, что он имеет в виду, о чем все суждения, все умозаключения, вся наука, эпистема, она имеет в виду что-то, о чем вся эта история рассказывается. И вот он-то не является логосом. Он не является логосом. И вот тут появляются две вещи. У греков вот этот самый Эйдос с большой проблемой внутри него. А у нас с вами, с одной стороны, Гусель нам расскажет, у него сочинение есть, опыт и суждение. Посмертность, уже в 1938 году, только-только он умер, они умели его опубликовать. Но эта тема гораздо раньше дотронута им. Это тема допредикативного синтеза. Это и есть то, что составляет высшую, труднейшую работу вот этой самой конститутивной работы сознания. Допредикативный синтез. Это у Гуселя. Это основа феноменологии. Это корень феноменологии. Допредикативный синтез. Который всегда уже произошел. А мы, полька, поэтому можем судить, разговаривать и так далее. Допредикативный синтез в феноменологии он выводит нас за пределы логики. Почему? Гусель говорит нам, что феноменология отыскивает истоки логики. Она там кренится. Но это, сам этот допредикативный синтез, не обладает характеристиками логического, логостного, словесного, рассуждающего. Он допредикативен, он есть характер, он есть определенное восприятие, ну и так далее, мы будем читать в Косове. А есть другой ход к тому же самому. И это классическая немецкая философия. На этом месте стоит понятие. Вот Гегель говорит, вся логика философии, все родители философии, это логика понятия. Это не суждение тоже, потому что это, ну вот, близко к тому, о чем говорит Аристотик, определение, логос-определение с колоссальной внутренней проблематикой. А у Гегеля это понятие. Значит, логика, есть логика понятия, а вовсе не суждение, мы знаем традиционное суждение, что место истинное суждение. Так оно только потому там может находиться истина, что предварительно есть некое понятие, относительно которого это суждение высказано. Это значит одно дело. Теперь второе дело. Вот все эти, сейчас последнее скажу, все. Значит, вот эти допредикативные синтез или некоторые понятийные структуры, которые уже присутствуют, там, где мы норовим видеть вещи или уже всем знакомые категории. Это все, вот, начиная с аристотелевского аналитик, и раньше определяется, да и с Платоном, как ум. Только ум не в качестве способности нашего рассуждающего субъекта, как мы его привыкли говорить, а ум, в котором открыт мир. Мир открыт в уме. Вот греческий поэт Эпихарм сказал, ум видит, ум слышит, все прочее, глухо и днемо. И это очень, это поэт, он еще ничего не знал о никаких логиках. Это очень точное, точное, вот, греки, потому и философы стали, что они вот это вот как-то заметили. Вот я вам хочу прочитать знаменитое место, почему это не так хорошо, сейчас прочитаю, насколько почему важно. Из Федона, Платона, Платоновского Федона, это вот этот трагический диалог в тюрьме, где, как вы помните, может быть, Сократ рассказывает о том, как он начал, как физиолог, то есть, как человек, который интересовала природа, причина всего на свете, он хотел заниматься вот этими самыми науками, как мы бы сказали, и так далее. И начал он с чего? С рассмотрения вещей, как нам говорят. Всякое знание начинается с опыта, мы должны наблюдать, видеть, набираться сведений, и тогда уже, посредством там обобщения, или ассоциации, тут путаница, мы получим какие-то знания. Вот и Платон, ну, Сократ Платоновский говорит, что я вот так и, значит, поверил и начал с опыта. Начал с опыта, и немедленно заблудился, потому что, вот этот палец, он земляный, кажется, Да. Вот. Но по отношению, он маленький, он маленький, он большой, он большой, так он маленький, и большой. И он там несколько таких, почему, в чем тут заблуждение, в том, что отсутствует система меры. Мер, если бы можно, ну, или там, сантиметр, единички, то я бы сказал, этот два, этот три, а этот пять. Вот, когда он натолкнулся не на одно такое противоречие, куда его заводил так называемый опыт, то он говорит, и тут я услышал, вот лучше пересказывать, тут я услышал, что Анаксагор говорит, что всем управляет, тут греческое слово важное, космейн, значит, нус, ум, ум косметр, это значит устроитель, обратите внимание, это смысл того, что значит быть умом для греческой философии, быть умом для нее, значит, устраивать, наводить порядок, наводить тот же самый логос, между космосом и логосом имеется заранее предположенное соответствие, то есть сама возможность истины предположена тем, что ум делает то же самое, что логос, и только надо это выяснить, разумеется, этот космос в вещах я не вижу, а он предположен в качестве ума, в котором все эти вещи заранее помещены, и тогда они, каждая там помещены в этот ум, а ум это просто вот система целого, они тогда помещены так, чтобы каждой из этих вещей было известно, в кавычках, чтобы быть тем, кто она есть, быть там, где она есть, и быть такой, и все категории, лучше всего, лучше всего, тут как вы видите на горизонте идеи блага и так далее, для нее, для этой вещи лучше всего, вот это ум, и тогда, вот он говорит, о, и я понадеялся, что сейчас мне расскажут, что если я буду понимать вещи изнутри этого ума, то понимать, как они уже поняты сами собой, то есть самим бытием вещей в качестве чего-то существующего, в целом, если я буду оттуда понимать вещи, то я, ну да, действительно могу, по-видимому, в чем-то разобраться, но, анекциагор его разочаровал, и тогда, и тогда он стал платоном, чтобы этот ум, значит, начинается логика философии с того, что я собираюсь рассмотреть, проанализировать, дать отчет о том, как уже все каким-то образом представлено в космосе, в устройстве, в этом самом отчете, как уже все понятно, и тогда идея припоминания будет, и так далее. Вот. Теперь смотрите. Если вы думаете, что это Платон, и потом все поняли, что надо с опытом начинать, то вот вам знаменитая вот эта формула, что истина есть адекватность вещей и интеллекта, ну, представление, понятие, как угодно, суждение, и вещей. Она нам известна в латинской формуле, а мы в принципе, ну, условно немножко. Так вот, все знают, что истина это соответствие моих мыслей, или моих представлений, или моих суждений, и устройство вещей все знают. Но то, что в этой же фразе сказано, а в чем состоит истина самих вещей, не так, как мы их знаем, сообразуясь с ними, а они с чем сообразуются, чтобы вообще обладать какой-то истиной? У Фома Хвинского сказано, опять лучше пересказывать, чем читать, что сами вещи истинны, потому что они сообразуются с замыслом о них Бога, что они присутствуют в уме Бога, и тогда понятно, что согласие моего ума, моих понятия вещах, не с ними а с замыслами о них Бога, то есть ум с умом, суждение, суждение, вот это и есть истина. Это и есть тоже. Теперь мы с вами вспомним еще уже не Фома Хвинского, мало ли там Католик, Бог его знает, а Спиноза. А Спиноза. Истина, что такое? Истина возможна только потому, что порядок и связь вещей, обратите внимание, порядок и связь, а не формы, не замыслы, порядок и связь вещей, тот же, что порядок и связь мыслей. Знаете, это уже почти нам совсем понятная вещь, что ньютонская механика, то есть математические начала натуральной философии, обратите внимание, это не просто математическая обработка эмпирических результатов. Это есть формулировка возможной истины нашего знания. Почему? Потому что вещи двигаются так, как движется моя мысль. Причинно-следственная связь, поточечная причинно-следственная связь, это то же самое, что дедуктивная связь моей мысли. Я только потому истинно мыслю, что вещь истинно движется. Если бы были разрывы в цепочке причинно-следственной, то все законы Ньютона не работают. Законы, но обратите внимание, разве законы Ньютона эмпирические? Разве кто-нибудь видал это? Ну, это уж я знаю как бы из первых рост, но, конечно, все говорят, что вот Галилей кидал камушки с этой Кизанской башни и увидел, что они падают в одно и то же время. Камушки и не камушки, бумажки даже. Причем обратите внимание, что, конечно, бумажку кинуть, лежу, понятно, что она не будет. Но если я возьму глиняный шарик, туда в одном напихаю свинец, а в другой бумагу, глиной обмажу, они должны быть одинакового размера, один легкий, другой тяжелый. Кину, и уж тогда точно они должны что? Разное время, в одно и то же. Конечно, в разное время, потому что воздух никуда девается. Значит, мы получаем эту самую истину. Онтологическую истину немножко преувеличиваем, потому что это не антология еще, но все-таки научная антология. Мы ее получаем ровно в той мере, в какой мы реальный мир, реальные предметы идеализировали все законы нашей науки, как это ни ужасно, справедливо только для идеальных предметов. Вот тогда возможно истина, а иначе она и невозможна. Значит, вот это вот тождество, которое обеспечивает истину, это всегда тождество мыслей и мыслей. Разумеется, разумеется, мы тут забыли на время философию, потому что откуда эта идеализация? Почему? Почему я вдруг решил, что в отличие я могу пойти на костер? Потому они утверждали, что мир бесконечен, а не конечен, как Аристотель, не сверху. Почему? Казалось бы, ну в чем делать? Ну ошибался Аристотель. Или наоборот. Или наоборот. Ну может я ошибаюсь, что мир бесконечен. Нет, все касается онтологических первоначалов. Вот для и выяснить разницу между аристотельским космосом и бруновским, скажем, вовсе не астрономическая задача. И вовсе не там летание-летание это все равно не скажет, что там граница. Это метафизическая или онтологическая или просто логическая задача. Понять для греческого ума вот этого самого ума, это и значит взять в целом, иначе я не понимаю, иначе у меня огромное количество деталей, а ничего целого. И тогда я не понимаю, ну да, кое-что там. Понять для новоевропейского ума совсем другое дело. Не буду сейчас влюбаться. Еще одна очень важная вещь, но очень важная вещь. Вот мы с вами рассматриваем эту ситуацию, рассматриваем мы обязательно скажу и очень буду. Рассматриваем эту ситуацию мышление, речь, то, о чем мыслим, мы должны принять к связи, что у нас имеется три вот этих самых стихии, три персонажа, как угодно можно их назвать, три угла некоего треугольника, а именно речь, мысли и то, о чем все это, о сущем, скажем так. Значит, три этих, обратим внимание, что три этих существа разнородны. Они разнородны. Они всегда как-то там смешаны, но они разнородны. Они речь имеет свои законы, она вообще может быть превращена в математическую речь, и это активная работа с тем, что произойдет в взаимоотношениях между речью, мыслью и сущим, а не просто наведением порядка. Мысли никак не сводятся к этой речи, и мы с вами это прекрасно понимаем, потому что мы говорим, мы мыслим, это вот мы. Когда формальные логики говорят, что вот тут только логика существует, только в речи, вот когда она... То есть логика это логика изложения. Она должна быть как математическое уравнение построено. А как вы думаете? То есть она ни в коем случае не правила правильного мышления. Как вы там думаете, это ваше дело. Вот вам во сне приснилось что-то, а вот пожалуйста извольте изложить это так, чтобы без всяких снов другому было понятно. значит, мысль это относит к так называемой психологии. А есть еще другое. Вообще о нас не знает. Не о том, что кто-то хочет познавать, понимать, и так далее. вот вот это самое сущее бытие в XVII веке, когда вот этот мир, в котором мы привыкли жить, вот эта хрустальная кристаллическая гейгеровская сеть, она перестраивалась. и там было очень важно, обратите внимание, чрезвычайно важное переустройство всего на свете. Там было чрезвычайно важно показать, что то, о чем люди понастроили вот этих мирозданий, великих и логичных внутри себя миров, что все это человеческий выдумок, что то, к чему все это направлено, об этих выдумках ничего не знает. Оно по ту сторону. Ты можешь, конечно, что-то выдумывать, и кое-что тебе так и будет ответить, но только в той мере, в какой ты у нее рационально спрашиваешь, а она про тебя ничего знать не знает. Это совершенно особое условие той же самой задачи в отношении речи мыслей висущего. Вот сущие теперь нам предстало каким образом? В результате чего? Каким образом вот эти вот алмазные цепи меняются? Вот это все происходит в недрах, как я утверждаю, философского ума. Не великих потрясениях, не открытие Америки, наоборот, открытие Америки возможно только потому, что возник тот ум, к которому может прийти замысел этого? А так он ни в голову никому не пришел. Значит, так вот, вот эти три персонажа, три стороны дела, три стихи, речь, мысль и сущие это и есть три абсолютно необходимых условия понимания того, что философская проблема это проблема логическая. Каждая из этих трех вершин этого треугольника, этого логуса абсолютно необходима. Каждая из них по отношению к другим это условия, ну говоря таким не очень мне нравящим словом, трансцендированной психологией в ум эмпирии в бытие в антологическое принципы, а логике формальной в логику философскую, то есть относимую к тому, что логикой не является. Вот я заканчиваю вот этой фразой, что философская логика, в отличие от Гегеля, который полагал, что вся философия и есть открытие вот этого тождества бытия, форма бытия, вот как замыслы Бога, а Гегель говорил замечательную фразу, что философия это анализ мыслей Бога до сотворения мира и человека, анализ его замыслов. Вот это вот антология и логика одно и то же. Когда Бог думает о том, как может быть мир, и философ задается тем же, тот же сам вопрос, как может быть мир. Говорит, вот он возможен так, это он развертывает определенную логику бытия миром. Только так, только в замысле мира, то есть философском замысле, я развертываю горизонт возможного понимания в этом мире. И если горизонт этот развернут одним способом, то там будут совершенно невразумительны те понятия и понимания, которые для другого само собой не само собой, а логичные, доказательные, научные и так далее. Значит, вот три все полюса, не сводимые ни во что одно, а друг другу противоречащие, есть условия того, чтобы каждый не замкнулся в себе. Первый полюс речи может замкнуться вот в этой самой формальной логике и забыть об этом, а и все остальное дело в психологии и эфирии. Или мы берем другой полюс психики. Я называю это аутизм, то есть когда мыслящий вращается в своем собственном мышлении, поскольку он прекрасно понимает, что нельзя брать вещи на прокат из мира, нельзя засыхать в этой формальной логике, он мыслит, он мыслит и даже не психологически мыслит, а мыслит логически, но он из него не выходит. Вот это два требования, то есть выйти из мысли к тому, что мыслью не является, выйти из мысли к тому, что преодолевает его психологизм, эти два требования превращают эту мысль в психологическую, положим, в логическую. Обратите внимание, что так называемая формальная логика это условие речи, условие, ну скажем, излагающей речи. речь, а речь всегда обращена к кому-то. Мы можем спросить, какого адресата предполагает речь, требующая построение по законам формальной логики. Какого адресата? Кому она обращена так, она обращена так, что я необходимо должен ее формально-логически выстроить. Ну вот доказательство такое с формальной логической выстроенности. Это тому обращено на подразумевание, которого я не могу рассчитывать. Я должен все выложить в сказанное. Вот это будет тогда идея доказательства и даже более чем доказательства. Только тогда это существо другое, как говорится, дважды двадцать четыре, как скажет нам Грусик, на всех планетах и везде будет дважды двадцать четыре. Я должен превратить это в такие формы и тогда вот этому существу я это сообщаю. Теперь вот вопрос, что для философской логики тоже есть адреса. Ну не буду уже туда углубляться. И последнее это вот самое сущее, которое, как ни странно, каким-то образом в этом пространстве должно вылезти из себя, из этого в себе бытия и остатки. Ну все это уже. Все. Теперь можно быть на вопрос. Спасибо, что да. Сейчас мы зададим вопрос Анатолию Валерьяновичу. Я прошу вас ограничиться именно вопросами на уточнение под откладами. Сделаем паузу, проветрим помещение, сами немножко подышим и потом я предлагаю высказаться уже к содержателю проблематически по поводу услышанного и нужно быть какой-то более развертый вопрос задать. мы подобрим кракл. Пожалуйста. Подойдите к намечки. тоже нет. Прошу. У меня вопрос очень простой. Мысль и слово но к сожалению я прошу ответить на русском языке не обращаясь к древнегреческим терминам это очень важно. Мысль и слово это одно и то же или нет? Если разное то в чем их различие? спасибо. мысль и слово различаются различаются как имя и понятие как имя и понятие то есть есть имя и его значение а есть понятие которое выражается тоже в словах но имеет ввиду понятие значит как имя и понятие коллега после его предложения выяснить сколько будет вопросов на уточнение и исходить из этого кто еще будет задавать один два три четыре да ну давайте четыре вопроса да если я смогу то сразу отвечу мне надо пожалуйста а как мы распознаем вот это вот различные поля строящиеся здесь определения здесь свой инструментальный логический ящик и вот как мы можем понять что это такое поле возможного то есть нам нужно допустить различия вот этих культурных формально-логических антологий только из этого мы можем увидеть их устройство как разное не этим же занимается современная логика второй половины двадцатого века потом я помню вашу статью о трансдукции может быть это как сложно то есть вы уточняем вы спрашиваете как мы можем увидеть эти разные поля вот имея уже перед глазами как мы можем увидеть то что определение первоопределение является всего лишь первоопределением или аксиома для дальнейшего категориального для категориальной работы и видимо мы можем увидеть ограничения как некий наблюдатель сидящий в начале двадцать 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 первого века которые ставят себе вот эту безосновность безосновность как проблему он ее может поставить только имея различия таких понятия 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 нет это не совсем то есть разумеется не не прочитав хотя бы фильмологи духа где это уже развернуто исторически развернуто может в голову это не прийти но тем не менее это то что я имею ввиду вот эти вот возможности разных первоопределений это внутрилогическая вещь то есть анализ философской логики или рефлексия рефлексия современного мира рефлексии его логической структуры то есть вот этой алмазной сети в которую он погружен а философия это и есть рефлексия логики мира рефлексия его такова что последним его этапом рефлексии там где она доходит до начала оказывается рефлексии этого начала это не значит что мы просто выходим в какую то неопределенную а это значит мы выходим в сферу открытия возможностей другого начала возможности логической возможности а иначе она не открывается это логическое событие а не историческое. Значит, с одной стороны, конечно, неплохо знать историю философии и так далее. Но этого недостаточно для того, чтобы обнаружить возможность вот такого изначального различия, собственно, не просто философских систем, но и эпохальных философских систем. Этого недостаточно, если я независимой вот этой самой философско-аналитической работой не дошел до вот этого основания, например, феноменологии. Мы доходим до этого основания логики. Проблема очевидна. Вот как это решило проблему Гуссера? Оказывается так, что ему нет нужды выходить, предполагать другие возможности. Он спокойно апеллирует к Платону, берет его формулы, идиации и прочее. Он работает с этими понятиями, как если бы платоновские понятия можно было взять и мироможить. Он не видит, что здесь принципиально. Не просто не видит мир. Он не видит возможности этого. Возможности разных логических миров. Возможных разных логических миров. Он не видит. Почему? Нет. А школа диалога культуры? Нет, нет, нет. Школа диалога культуры. Прошу не трогать вообще. Нет. Значит, вот как вы знаете, наверное, что вот эта диалогика выросла из Гегера. Нечего скрывать. Но доведена даже вот Гегеровская рефлексия до того, что там, где Гегер говорит, вот здесь вот дух полностью уже узнал самого себя, и он не различается. Его бытие и его мысли о себе не различаются, поэтому он дальше работает эта рефлексия, эта диалектика работает, он снова должен куда-то выйти, а куда выходить? И он говорит, ну пусть он простит меня довольно глупую вещь, а именно, что он отпускает себя от свободных приводов обратно. Мы же ее уже проходили. Мы ее уже сняли. Зачем же в нее обратно возвращаться? А суть, смысл, точнее, этого состоит в том, что мы впервые открываем, ну не природу, а бытие, которое мы не прошли. Мы не поняли. Мы открываем вот эту кантовскую вещь себе только после Гегера. Понимаете? Вот там, где я дохожу до оснований, до корней собственной логики, сразу, вот здесь дальнейшая рефлексия, критика, диалектическое отступление приводит к тому, что я открываю бытие вне мысли вообще. Не в греческой рефлексии, а наоборот. Вот то, что у Канта рефлексии. То есть здесь Кант выступает после Гегера. Вот тогда, вот тут, я тогда обнаружился. О, ведь этих вот разумов, которые вебили один, и вся история – это история этого разума, этого духа. Так этих духов универсальных абсолютно может быть несколько. И поэтому только они не могут исчерпать в себе невозможен панологизм, не могут они быть перемещены в мышление. Потому что мышление – это всегда какое-то извлечение. Но извлечение универсальное. Вот в чем проблема. Не какая-то там идеализация, да? А, мир, я измекаю. Но извлекаю. Там что-то осталось. Тут вещь в себе. Только по-новому, потому что где-то я понял. Значит, история про то, что мы видим что-то простое, когда упираемся в определение. Это неправдивая история, да? Какое? Ну вот, когда мы строим определение, и потом за определением мы видим что-то, что лежит в основании понятия. То есть мы видим нечто простое. Но если у этого простого всегда есть еще одна всегда возможность – возможность другой логики, возможности нового начала, значит это простое вовсе не просто, и никогда не просто. Совершенно справедливо, совершенно справедливо. И именно в этом состоит парадокс этого начала, философского начала. Вы можете прочитать подробнейшим образом анализ вот этого фокуса в глотоне променить, в диалоге променить, когда он видит единое, благодаря которому всякое сущее есть что-то, то есть сущее, он берет его и говорит, что оно как-то есть, спасибо, статья, оно не есть. Ну вот это, с одной стороны, нам в какую-нибудь мистику уводит, а в другой ситуации открывается, что там что-то надо перестроить, весь свой ум, а ум формируется, обратите внимание, у неоплодоников, ум формируется, созерцает единое, то есть объясняется ему, что значит мысль, когда он смотрит, а, ну мысль значит свестила единое, и он сам собой становится. Так вот, это единое, это оказывается внутри себя напорий, то есть вот это слово я сказал, и слава богу, что вы мне напомнили, что вот в этих началах философской логики, которая, которая, вся, весь парадокс, который состоит в том, что она выводит вот к тому, что мышление не входит, но в ту сторону мышления входит, там в этих началах опорий, у Греции, антиномия у Канта, вот парадоксы, как говорил Библия в Моя учитель, современный. Но парадокс – это самое точное слово здесь, то есть открывается вот эта проблема не логика, которая к чему-то там применяется, и все становится логичнее. Логика становится логикой, когда она к себе применяется, когда она к себе относится, когда она спрашивает о логичности самой логики. Вот тут будет, вот это называется автореферентности, и это место парадоксов в теореме новости. Не метафора это, это строгое логическое определение. Сергей Леонидович, я хотел, во-первых, прочитать то или что. Ну, на самом деле, задавал вопрос Канта. Ну, вот Кант в письме Герцог, который написывает «Замясь логическому разуму», говорит следующее. Ключ ко всей тайне метафизики, которая оставалась скрытой, как с точки зрения Канта, состоит вот в чем. В следующем вопросе. На чем основывается отношение того, что мы называем представлением в нас, предметом? То есть, на чем основывается представление предметом? Ну, с точки зрения логики, я бы сказал, это семантическая проблема, между понятием и предметом. По сути дела, мне казалось, что ваш доклад отвечал на этот вопрос, на чем основано представление в нас, предметом. Но я бы хотел подчеркнуть, что все-таки вот это вот, на чем основано отношение, это все-таки нечто третье. То есть, есть представление в нас, есть предметом, бытие, например, но это речь сама по себе. Но мне казалось бы, что вот это вот отношение ответит все-таки нечто третье. Вы, например, сказали, вот можно было бы ответить на этот вопрос, что это некоторый замысел. Но для меня замысел, это все-таки то, что находится за мысль. Это не сама мысль. Поэтому, если можно, вот как бы вы на этот Кантовский вопрос ответили, да? На чем основывается отношение представления нас, предметом? Ну, и проблем истины соответствуют. Ваш вариант ответа на Кантовский вопрос? Ну, понятно, что Кантов, совершая Кантовский перевод, он дает свой ответ. Он считает, что он там решил детальную попытку. Потому что у вас вот Гегерский ответ прозвучал, Кантовский ответ, Гусевский ответ. Вот ваша позиция, ваш ответ. Я позиция должна включать в ответ все эти перечисленные позиции. Но что касается, напосредственно того, что вы о чем вы говорили, и это вопросы Канта, то критика чистого разума дает ответ на этот вопрос по Канту. То есть, представление относится не к предмету. Представление относится к тому, как этот предмет конструируется. Ну, конечно, не точно говорю, конструируется условия, при которых этот предмет будет обладать значением соответствует представлению. Что это будет? Как бы будет соответствовать представлению. Вот это, видите, очень тонкая вещь. Потому что если он заранее соответствует представлению, то спрашивается, в чем вообще опыт тогда. Вот это относится к проблеме софизмом, о которой я говорил. Но Канта здесь очень важное уточнение. Это условия возможностей опыта, а не замена опыта. Условия возможностей. То есть, то, каким образом, какие условия я должен поставить любое все существующее, любое, что меня интересует так, чтобы оно приобрело значение. Вот я пока поставлю точку и обращу ваше внимание на то, что обращу ваше внимание в том смысле, что я хочу почекнуть. Я хочу почекнуть, что здесь есть вот эта инстанция значения. Это не представление и предмет, а инстанция значения, которая станет главным. В Гусеве главным. Я мог бы прочитать вам титату, где он говорит о том, что представление и слово не ваше, что это такое ментальное. И событие исполнения значения составляет, как он выражается, феноменологическое единство. То есть, это то, что он анализирует. Это то, что мы мыслим, дано нам, во-первых, в оболочке слова, во-вторых, как событие, переживание или вот этого значения. Значит, не предмет, сам по себе, а значение предмета. Так вот, этот предмет у Канда, она раскалывается наоборот. Одно будет представлять предмет в значении теоретического предмета, передавать теоретическое значение, которое обусловлено, обусловлено всей системой науки-частности или категориальной системой, или разумной системой Канда. А кроме того, есть то, что в это значение не попадает. Предмет обладает значением, которое не обладает значением, как это мне никогда сами звучали. Значение для того, чтобы он приобрел значение, нужно какие-то условия, предварительные условия, которые вообще дают пространство возможного значения. Для Канда это проблема логическая. Но эта проблема даже и не просто логическая, а самочная часть нашей языковой, лингвистической проблемы. Что мы воспринимаем или относимся к вещам ровно в той мере, в какой они представляют для нас значение или значимость. А это, разумеется, в понятиях нашего обыденного языка. Это уже не логика, повторяю, а обыденного языка. Значит, между вещами, нашими обыденными вещами, и тем значением, которое они приобретают для нас, большая разница. И это вот, вот это вот значение, только потому, что есть вещь, дефис, значение, только поэтому значение, то есть мысль или представление, дефис, мысль, могут встретиться. Если этого нету, они не могут встретиться вообще никак. Это будет, ну, не языковое, не понятийное, разумеется, существование. В последнее, это вы говорите, а у подручностей Хайдеггера? Нет, это что? Нет, это почему? Это какое-то допонятийное значение. То есть понятийное значение, а где можно? Да, 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 конечно. Хайдеггер, да, и мне это утверждает. То есть для того, чтобы получить вещи в ее наличном бытии, нужно очень долго думать. Критиковать, анализировать. Понимаете, как вы делаете? Когда вот это самое, Платон стоит этим, разбирая первый тезис, что знание есть ощущение, ему нужно очень долго показывать, что то, что называется ощущением, в восприятии далеко не только оно. В восприятии мы всегда уже работаем понимание, наши, там, были бы, рассуждения, для того, чтобы выделить оттуда чистое ощущение, вот Априорыч, это сложнейшая логическая работа. И только тогда будет понятно, что ощущения, собственно, нет. Понятно, почему нет ощущений? Потому что, если нечем схватывать что-то, то есть привнести в ощущение, что оно большее, чем ощущается. Я говорю, вот это стол. Сталата нет в ощущении. В ощущении есть что-то всегда, каждый раз, вот такое и нечего. Так вот, для того, чтобы это показать, это нужно написать в Адону, там, было 30 страниц. Это очень сложная вещь. Вот так и здесь. Для того, чтобы показать, что есть вещь не наличная, а за ними стоят еще опыта помолочная. Ну, это и есть работа целом на столетии. А потом это все забывается, и нам говорят ученые, что все из опыта. Есть ощущения, а? Метафизика не нужна. Ну, я тоже сама вся только. У нас еще есть вопросы к Диме. Дима, дорогой Дима, я очень плохо слышу, а ты очень быстро, так тихо говоришь. Я просто пришел вопрос. Можно ли мыслить нелогично? Нет. Все, простой ответ. Мы еще вопросы не говорим. Я надеялся, что я буду чемпионом по короткому вопросу и короткому ответу. Но боюсь, что мне не претендовать. Вопрос у меня следующий. Ваше движение, которое вы совершаете, вот это мысленное движение, которое перед нами происходило, вы все время совершаете такие историко-философские отступления, какие-то вилки, петли. И вопрос о том, насколько они вам нужны. Это примеры или эти петли требуются существом дела? Требуются существом дела. Анатолий Владимирович, я могу позволить себе тоже маленькое уточнение. Это вам достаточно частное уточнение. Я по поводу общего. Не видите ли вы различия всказывания общего у Ристотеля и у Гегеля? Общего, да, скажем, родов и видов в случае с Ристотеля, они все общие у Гегеля, да? Обе ты был уточнен, да, как у Ристотеля? Как все категории, в том числе и всеобщие, особенные, личные, роды, виды, все приобретают у Гегеля, в Гегеляхской мыслике другое значение, чем у Ристотеля. Но они не просто другое, они имеют переводческий подвал, так сказать, логический-переводческий. Но для этого надо долго переформулировать. Спасибо. Коллеги, значит, мы сейчас сделаем паузу, я просто перед паузой хотел спросить, кто хотел бы выступить, да, вот эту реакцию, вот эту реакцию. Вот это здесь.